Охайо, с вами Анида! Друзья, представляете, я оказалась в такой неловкой ситуации, потому что я гуляла по достопримечательности с друзьями и на входе мне попросили мою ID-карту. ID-карта это ваш документ, который выдается всем туристам, всем людям, которые работают в Японии. Это ваш документ, то есть ваш паспорт не имеет здесь никакой силы, нужен именно ваша ID-карта. Я ее забыла дома и мне сказали, что если я ее забыла, то меня могут просто забрать в участок. Я заплачу большой штраф, я начала искать ее по всей сумочке. Слава богу, нашла. Но я очень удивилась, что, казалось бы, за такую мелочь вас уже могут арестовать, забрать в участок. Поэтому в этом видео, друзья, я предлагаю прогуляться вам со мной и заодно я расскажу вам, за что вас могут посадить в Японию, потому что многие моменты вас удивят. Казалось бы, за какие-то мелочи вас уже могут забрать в участок, посадить даже на год и больше. Когда впервые гуляешь по японским улицам, невольно замечаешь безучастность японцев по отношению друг к другу. Если кто-то себя плохо чувствует, никто из японцев не будет подходить и спрашивать, все в порядке. На первый взгляд может показаться, что это бесчеловечность и хладнокровность, но основная причина кроется в том, что помощь другим может обернуться обвинением против вас. Я читала историю о том, как иностранец увидел японца, избивающего свою девушку прямо на улице. Когда он попытался вступиться, японец и японка стали бить иностранца, и как оказалось, они были очень пьяны. Естественно, эта ситуация привлекла внимание полицейских, которые всех троих забрали в участок. Но так как было два японца и один иностранец, полиция потребовала несчастного иностранца извиниться перед парой. Так что не стоит спрашивать симпатичную девушку, которая плохо на обочине улицы, в вечернее время все ли с ней в порядке, потому что ее друзья могут обвинить вас в попытке изнасилования. Лучший совет для западных альтруистов никогда не помогайте незнакомцам. В подозрительной ситуации вы, как иностранец, по умолчанию являетесь подозреваемым. С моей подругой тоже произошел такой интересный инцидент. Она гуляла по улице со своей собачкой, и у японского дедушки, идущего на встречу, при виде ее начался российский припадочек. Такое бывает, друзья, конечно же, не со всеми, но случается. Он начал на нее кричать, грубить, она пыталась просто пройти мимо, и полиция была готова забрать мою знакомую в участок. Но тут вышли девушки с дома, которые видели всю ситуацию с балкона и сказали полицейским, что иностранка ничего не сделала. После нескольких часов разбирательств девушку все-таки отпустили и сказали, что ей очень повезло, что появились свидетели, ибо ее забрали бы уже давно в участок. Просто так, без причины. Поэтому никогда не нужно ввязываться в споры и разговоры, которые имеют негативный характер с местными жителями. Если чувствуешь какие-то негативные нотки, лучше сразу делать ноги. Особенно если вы ни в чем не виноваты. В Японии по приезду вам выдают ID-карту, которая имеет силу вместо паспорта. Очень важно носить ее с собой. Как я рассказывала в начале видео, хорошо, что она оказалась при мне. Одну мою знакомую арестовали и забрали в участок, когда она ехала на велосипеде домой. И при ней не оказалась ID-карты. Японцы посчитали, что она украла велосипед. Ситуация закончилась хорошо, но неприятно было сидеть в участке ни за что. Если вас остановят и у вас не окажутся ваши карты, штраф 2000 долларов. А если вы отказываетесь показать карту, вас могут посадить на год. Если вы потеряли свою карту резидента и не заявили об этом в течение двух недель, вас также могут посадить на год. Если вы воспользуетесь проездным документом или страховым свидетельством другого лица или дадите взаймы свой проездной документ, вас может ожидать тюремное заключение сроком до 10 лет. В Японии нельзя пользоваться оставленными чужими велосипедами. Если взяли чужой велосипед, который оставили около станции или дороги, это может привести к тюремному заключению до года и штрафу 1000 долларов. Воровство в магазинах уголовное преступление и вам может грозить тюремное заключение до 10 лет и штраф до 5000 долларов. Магазины в Японии оснащены видеокамерами наблюдения и охраняются охранниками в гражданской одежде. Я слышала много случаев, когда в 90-х иностранцы приезжали в Японию и начинали воровать какие-то продукты. Это происходило на глазах продавцов и продавцы в то время не понимали, что происходит воровство. То есть Япония была настолько далека от воровства. Если, допустим, в Японии происходит воровство, никто не подумает, что это сделали японцы. Сразу все начнут говорить, что это иностранцы. Хотя сами японцы, друзья, не святые. Если вы нашли потерянный предмет, необходимо его сдать в полицейскую будку. Если вы присвоите чей-то потерянный кошелек, деньги или банковские карты, то вас могут посадить до одного года и штраф до 1000 долларов. Я слышала также такие истории, что одна моя знакомая, она постоянно, когда находила какие-то вещи, она относила их в будку, но она говорит мне, что если человек не объявляется, допустим, в продолжительное время, то эти вещи просто забирают себе. То самое касается вас, если вы потеряете какую-то вещь, обязательно зовите об этом полицию. И если вашу вещь кто-то найдет и принесет, вы сможете получить ее таким образом обратно. У меня был такой случай, когда я потеряла телефон в парке аттракционов. Было очень удивительно, что обратившись в информационный центр, мне привезли телефон буквально через 10 минут. Но кражи в Японии тоже имеют место быть, особенно в больших городах, и не всегда вещи доходят своему хозяину. Если у вас статус студента, или вы зависимое лицо, и вы хотите работать, вы должны получить разрешение на работу. Если вы работаете без него, вас могут посадить на 3 года и дать вам штраф. Если у вас частичная занятость, нельзя работать больше 28 часов в неделю, даже на разных работах. Если вы работаете больше, вас могут посадить также на 3 года, либо дать вам штраф в 3000 долларов, а также вас депортировать. Студенты могут работать 8 часов в день, но нельзя работать в заведениях, типа развлечения для взрослых. Даже если вы будете работать администратором или уборщиком, вас могут посадить. Даже если вы скажете полицейским, что вы не знаете, что это такое место, вас все равно могут посадить. И вообще японская полиция будет решать это заведение для взрослых, либо не для взрослых. Не связывайтесь с полицией или проблемами других людей. Это золотое правило, чтобы не быть арестованным. В Японии полиция может арестовать любого без причины, а если замешан иностранец, они, как правило, арестовывают иностранца. Не проявляйте насилие. Многих иностранцев арестовывают за то, что они участвовали в драках. Даже если кто-то вас провоцирует, находясь в Японии, сдерживайте себя, сдавайтесь и ни в коем случае не вступайте в драку. Я часто слышала от иностранцев парней, что лучше в Японии разыграть просто роль глупого гайдена. Гайдена с японского переводится как иностранец, но это такая довольно, знаете, неприятная форма, как можно назвать иностранцев. Тем не менее, японцы называют иностранцев гайден. Если же вы оказались в такой ситуации, где и полиция, и японцы, и достаточно конфликтная ситуация, просто широко и постоянно улыбайтесь всем. Говорите только на английском, либо на своем родном языке, дружелюбным тоном. Скажите извините, сумимосен, миллион раз. И даже если надо будет кричать, чтобы они не говорили, просто кланяйтесь. И чаще всего полиция просто отпускает гайденов просто из-за нежелания возиться с ними. Меня никогда не останавливали на улице, а вот с парнями иностранцами такое происходит постоянно. Даже с черным учителем, если вы не смотрели видео, обязательно посмотрите. Он также рассказывает, что его останавливала полиция. Если вы оказались в какой-то неприятной ситуации и вас уже запомнили, за вами, конечно же, придут. Полиция вежливо просит вас сделать что-то только тогда, когда у них нет основания арестовать вас. Вас будут силой тянуть к участку, если увидят, что у вас какие-то проблемы. Если полиция просит вас прийти к участку и поговорить, то, скорее всего, у них на вас ничего нет. В противном случае, они просто придут к вам в дом, выломают дверь, если у них есть ордер или конкретная жалоба. Если же у них ничего нет, они будут ждать вас внизу и спрашивать вас по домофону, могут ли они подняться. Если вы будете выполнять их просьбу, это не означает, что вы покажете, какой вы хороший гражданин. Это лишь означает, что вы помогаете им возбуждать дело против вас. Никогда не подчиняйтесь такому случаю. Вместо этого нужно спрашивать полицейских о конкретной причине, почему они к вам пришли. Они должны назвать причину прямо сейчас, здесь, если у них ничего нет, скорее всего, они просто уйдут. После официального ареста главным подозреваемым становитесь вы. В Японии, если вдруг вы оказались арестованным, вас запрашивают не для того, чтобы узнать истину, а вас запрашивают для того, чтобы собрать больше улик против вас. Не подписывайте никаких заявлений. Несмотря на то, что вам будет говорить полиция или прокурор или даже ваш адвокат, подписание не поможет вам быстрее выйти, это, скорее всего, поможет вам дольше оставаться внутри. Если вдруг вы окажетесь в ситуации в Японии, когда вас обвиняют в чем-либо, сразу же ищите адвоката и как можно скорее. Япония будет арестованным очень легко, поэтому очень важно не попадать в подобные ситуации, просто игнорируйтесь, избегать максимально. Спасибо, друзья, что вы меня смотрели. Надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Я вас всех очень люблю, обнимаю. И увидимся в новом видео совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok